Итак, снова всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас будем делать грудной и шейный отдел в позиции сфинкса. Обычно я человеку говорю, встань, пожалуйста, на локти вот так вот, держись за стол. Потому что некоторые начинают какого-то длина шеи, они начинают вот так вот подкладываться, да, там как-то еще там, чтобы голова свободно ходила, то есть она должна висеть. Локти должны стоять под прямым углом. Видите, надо свести их ближе друг к другу и корпусом чуть вперед податься. Вот так все. То есть это как бы у нас станок фиксация прямой угол в стол. Чтобы, видите, у некоторых плечи сводится, это голова просто висит. Сходятся плечи, да, там ничего не можно прощупать. Тогда сводим локти еще ближе к друг другу. Да. А вот тут разведи вот так вот. Держись. Да нет, ты опять их развел. Я не могу так просто. Ну, насколько можешь, давай. Вот, максимум. Как друг другу не получается, что ли? Во, вот так. Во, видите? И у нас хорошо видно, немножко оттуда, чтобы против света не было свенки. Видите, у нас как раз обнажились позвонки, их очень легко прощупать и понять, как они расположены. Ну, во-первых, щупаем вот так, чтобы было видно на одной оси или развернуты вправо-влево, да? Вот немножко вот этот повернут у него влево. Ну, сколиоза нету. Чуть-чуть у меня ощущение, что они влево развернуты, потому что вот тут, видите, вот эта вот как бы дуга, это надо посмотреть под этим углом, вот так вот, она выше у него, видите? То есть тут такая обманка. Остистые отростки они на месте, а тело позвонка развернулось вот туда. Таким образом поперечный отросток поднялся, приподняв вот эту реберную дугу. Видите? Что здесь выше, чем здесь? Далее, как определить седьмой? Вот тут обычно два-три позвонка выступающих, да? Ну, чаще всего, конечно, первый это седьмой, второй это первый грудной выступает. Но бывает их и шестой выступает позвонок, и второй, и третий бывают грудные позвонки, также выступают достаточно назад сильно, да? Но как определить, какой седьмой, какой первый грудной? Грудной позвонок, он закреплен все-таки ребром. Если вы посмотрите, тут вот есть первое ребро, вот он, с двух сторон. То есть у него жесткая фиксация. А шея, она вся очень мобильная. Соответственно, при повороте, видите, вращается седьмой. При наклонах, например, там какой-нибудь смогут, тоже вращается. Поэтому проверяем. Еще раз, вот держим их. Два, например, сразу держим, да? И смотрим, при наклоне он ходит так чуть-чуть туда-сюда. При поднимании головы он погружается вовнутрь, при опускании выпирает. А этот остается на месте, видите? И при вращении так же он раз вращается, а этот на месте остается. Вот. Так же мы проверяем позвонки шейные по остистым отросткам и по боковым отросткам. Боковые отростки. Вот, смотрите. Если подчасово стереть, например, вернуть позвонок, можно остистым не прощупать в шее. Они иногда бывают достаточно глубокие. Но боковые при повороте, они еще чуть-чуть с субликсацией, да, уходят в бок. То есть он будет выпирать с одной стороны. Они находятся прямо вот со стевидным отросткам. Вот этот вот. Проходим и вот туда углубляемся. И вот пошли их боковые поперечные отростки. Прощупываем с двух сторон. Вот так делаем. Ну, желательно, с самым длинным пальцем. Вот так скобу такую делаем. Ага, голова висит. Вот прям вот со стередно обошли. И вот прям близко-близко к позвоночнику. Это будет атлант. На ажиотацию. На наклоны. На кивок. Сразу же вот второй позвонок. Чаще всего второй вот выступает. Вот у тебя. Второй вот тут выступает. А третий вот здесь. Чувствуешь? С двух сторон больно, да? Получается, вот второй, видишь, ямочка. Вот тут больно справа? Ну, когда поворачиваю голову. Видишь, неудобно. Вот. А тут вот третий. Вот. Тоже больно, да? Угу. Ну, вот. Четвертый. На месте. Хотя нет, мы вместе с третьим чуть-чуть. Пятый. Шестой. На наклоны. На ротацию. На кивок. На все проверили. По-моему, амплитуду такую задаете, да? И у вас уже складывается понимание, с чем будем работать. Так. Ну, значит, смотрите. Второй и атлант, если они повернут вот сюда, значит, голову нужно довернуть, в смысле затылок, в ту же сторону. То есть, по нашей логике, вот атлант или второй, просто посмотрите, да? Они повернут вот сюда. Значит, нам затылок нужно приподнять и провернуть сюда. И назад они вернутся уже вместе. Угу. То есть, в ту же сторону затылок идет. Вот. Значит, берем за лобик, аккуратненько. Ну, можно за челюсть, за затылок. Наклонили. Латтер и флексия. Вперед. И вот в такой позе мы гонечка почувствуем, когда он расслабляется. И... Видите? Он сожил на стол. Сам. Да, даже без этого. Вот еще встал. Круто, круто, круто. Видите, как легко. На самом деле, это очень легко поставить атлант. Не то, что там, как пишут в интернете. Даже можно самому себе вот так немножко наклон сделать. Правильный наклон, расслабили. И... Раз. И встал. Ну, если я просто уже делал... О, вот сейчас. С этой стороны было. И то же самое можно на флексию. В этом смысле была флексия, вот вперед, да? На экстенсивах. Это вот так вот. Наклончик вот туда наклонили. И... До предела дошли. Что-то у тебя прям вода у нас такая увеличилась. Вода сюда до предела и в ту сторону крутанули. Лучше, наверное, за челюсть. Вот так. Проверяем. Первый, второй. Смотрим. Вот уже не больно, да, справа? С права вообще-то нет. На удивление реально. А слева чуть ниже больно. Слева, ну да. Чуть ниже. Чуть ниже, это тресный четвертый позвонок. Значит, тут надо сделать упор. Сейчас, секундочку. Давай надо дохнуть, да? Нормально, нормально. В принципе, мы то же самое будем проходить и стоя, и сидя. Ну, пока он человек в этой позе, да, стараюсь максимальному помочь. Значит, ставим включиться упор и вот сюда. То есть, вот наша распорка должна быть, да, через нашу руку. Включиться вот сюда и расслабая голову, расслабая голову. На него этим позвонком накатываем вот на указательный палец, видите? Вот сюда сверху я давлю. С небольшим наклоном вперед будет. Движение. Раз и... О! О! Провернули. Спасибо. Слышали, да, Хруст? Так, устал? Все. Нормально. 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 Вот. Вот так и вдоль спины поворачиваем шею. Чем идем выше по позвонкам, меняем упор, да, вот выше, 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 тем больше добавляем ротацию. И когда атлант, он полностью только на ротацию ставится. Понимаете? Вот такое у нас правило. Так, теперь вот эти позвонки. Седьмой, первый, второй, третий грудной. Давай, вставай опять. Локти перпендикулярно, она ближе к другу. Вот таким приемчиком, если вы немножко там вспотела ваша рука, например, да, или в масле, чтобы не пачкать человека, через салфеточку. Ну, просто для гигиены. Кладем его щекой по дуге. Вот смотрите, это получается от виска, от этого, от подбородка до виска. Вот так вот рука лежит. Вот. Наше движение будет за висок вот такое. Расслабляем. Расслабляем. Судно. Во-первых, из позвонок, соответственно, которые надо. Он падает, падает, падает. Если человек шатается, да, то ставим свое бедро. чтобы не поддержать. Вот. Бедром упор. Еще раз. Падает. Падает. Расслабляется. Падает. 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 И прием. Максимально вот в таком положении. Отдыхай. Так. Готов? Угу. Вставай. Падает. Теперь сам позвоночник прогибаем. Опять же, если он шевелится, то придется его бедром придерживать. За затылок вот так качаем. И по позвоночнику раз, 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 раз. Раз. Если помните, мы делали переднюю леваду. За локти поднимали. То есть там позвоночник выгибался вот так. Это была экстензия. Теперь он выгибается вот так. Это флексия, да. То есть он согнутый позвоночник. То есть делаем все на флексию. Ставим руку, чтобы артисты от русской мягко обнимались. Вот так вот, да. Либо в этой стороне, либо в этой стороне. Вообще не важно куда руку ставить. Раз, раз. Вы скачали. И одновременный толчок. Одновременный толчок. Теперь при сколиозе, да. Вот я говорил, что у него приподняты вот эти ребра. Соответственно, мы будем давить в них в ту сторону. И голову чуть сюда. Видите, немножко сполз. Вперед корпусом подайся. Чтобы прямой угол был, да. К столу прямой угол. Тут можно давить вот так. Либо вот так вот вперед. И вот туда. То есть вниз и вперед. Опускай голову спускай. Вот так чуть раздвижнули. Скачали и... Вот. Вот. Вот это было. Выдыхай. Бобер, выдыхай. Вот. Если у нас реберная дуга, в смысле асистых отвозков, пошла в нашу сторону, то знаешь, как сколиоз правим, вот туда доворачиваем. Опять же, вот на нас получается. Вот такое движение. Видите? То есть, с той стороны надо растянуть и туда толкнуть. Да? То есть, вот эта наша логика, она везде сохраняется. То, что я рисовал. Вроде сюда. То, что выше к голове растягиваем. В данном случае за голову у нас был рычаг. Так. И толкаем в противоположную сторону. Один позвонок. Много их на позвонков развернуто. Не важно, в принципе, толкать туда, в противоположную сторону. Так. Ну вот теперь давайте, ребятки, отработаем все это здесь, на живой натуре. Поэтому вам надо быть здесь, у меня, у Олега Гудина, в гостях, которые вам поставят руки. И вы с готовыми навыками в своих сильных, золотых руках пойдете в путь, в работу, к своим благодарным клиентам. Намасте.